всех приветствую с вами интернет-магазин antelife.com.ua меня зовут александр будем сегодня с вами рассматривать модель под названием cubot s200 интересный в принципе смартфон недорогой цена в китае приблизительно 100 долларов у нас приблизительно 110 115 долларов наличие в украине с гарантией в первую очередь заинтересовала данная модель когда заказывали потому что аккумулятор заявлен на 3300 миллиампер часов неплохая цена в принципе в долларах ну и сама модель по характеристикам очень даже ничего четырехъядерный процессор ну и так далее вот такая вот коробка вот в такой коробке он поставляется здесь его все технические характеристики можете сделать стоп и посмотреть что у нас есть в коробке ну нужно начать с того что в комплектации есть вот такой вот бампер не могу сказать что он такого супер хорошего качества он пластиковый обычный я люблю больше силиконовые бампера плюс ко всему он вместе с телефоном издает вот когда он надет на телефон издает он не особо приятные звуки ну как бы сам по себе телефон такие звуки не издает есть вот такая вот зарядка зарядка на 1 ампер и usb кабель также в комплекте есть пленка одна пленка наклеена на экран одна пленка в комплекте документация и также есть вот такой вот стилус и подставка гарнитуры в комплекте в общем нет модель принципе выполнена в интересном дизайне сейчас стало модно делать вот такую вот заднюю крышку аля под кожу материал принципе неплохой приятный на ощупь практически не остается отпечатков пальцев я думаю царапаться будет очень слабенько логотип куб от 8 мегапиксельная камера с интерполяции до 13 вспышка и решетка под динамик конструкция самого смартфона отличная он довольно таки монолитен нигде ничего не скрипит не люфтит по граням здесь у нас идет скорее всего это пластик такой подметал сверху разъемы под наушники и micro usb с этой грани у нас качелька громкости кнопка включения выключения снизу есть микрофон спереди этот 5 дюймовый сенсорный hd разрешение экрана здесь 5 мегапиксельная камера фронтальная с интерполяции до 8 датчики приближения освещения разговорный динамик и три сенсорных кнопки которые не подсвечиваются опять же по корпусу нареканий у меня нет собран хорошо смартфон за свою цену под крышкой у нас вот такой вот огромный аккумулятор аккумулятор на 3 300 миллиампер часов куба т.с. 200 работает эта модель в стандартах wcdmi плюс gsm работает с поддержкой двух sim карт одна большая одна маленькая и поддерживает карты памяти воду карты памяти сразу же всем говорю что прошивка сделана таким образом что с картой памяти смартфон работает отлично и так как он это должен делать без прочих сторонних настроек и так далее то есть в этом плане разработчики позаботились и в принципе доделывать руками ничего не нужно лезо в смартфоне среднего уровня это в принципе недорогой бюджетный смартфон поэтому заходим в настройки antutu и смотрим что эта модель нам показала набрала эта модель порядка вот 19000 баллов здесь четыре ядра 442 android mtk 6582 графический мали 400 hd разрешение основная камера на 13 гигабайт оперативки 8 встроенных карта памяти у меня стоит на 16 этот четырех ядерный процессор он на 1.3 гигагерца частота его фронтальная камера интерполирована до 8 мегапикселей реальная оптика пятерка без автофокуса модель поддерживает мультитач 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 у нас пятиточечный сейчас я вам это продемонстрирую больше не нет точек ну и что поддерживает работают эта модель с оттг разъемом то есть можно подключать флешку мышку клавиатуру есть gps вайфай bluetooth компас датчик приближения освещения индикатор пропущенных звонков тут не присутствуют на лицевой панели есть вспышка акселерометр гироскопа здесь нет прошивка у нас завода принципе все что нужно есть на русском языке на что можно обратить внимание что есть у нас управление жестами ну вот эти меню они на английском языке а так основные все настройки все полностью на русском языке прошивка у нас вот такая номер сборки вот такой принципе прошивкой доволен сеть связь вайфай ничего не отваливается все работает стабильно экран экран здесь у нас выполнен по технологии айпи с экран довольно таки сочный он прикольно выглядит цветопередача нормальная углы обзора как мне кажется тоже ничего такие и как бы этого всего достаточно и за такую цену тем более не могу сказать что здесь о гс матрица но экран довольно таки поднят вверх и такое ощущение что все-таки здесь нет воздушной прослойки но утверждать на себя ответственность не беру внешний звук в принципе стандартный без особенностей могу вам включить что-то типа ютуба какое-то видео кто-то вот тут у нас рассказывает случайно в общем нормальная касательно звука во время разговора микрофон динамик принципе тоже все нормально но не понравилось мне как звучит этот смартфон в наушниках я слушаю через контакт включаю там песни музыку очень мало басов но в общем как бы я оцениваю этот это звучание ниже среднего то есть ну я бы не хотел слушать музыку вот с таким с такой подачей и и вот такой момент есть у него теперь касательно производительности в принципе с производительностью про на процессорах mtk 65 82 особых проблем нет и с hd разрешением и с q и из и некоторые игры даже братья по оружию например 3 лучше идут чем например там даже на 8 ядерных 64 битных процессорах скорее всего потому что просто у нас уровень графики не тот включается на этих бюджетниках и процессору в принципе легче да и вообще как бы на этих процессорах я ни разу не видел чтобы что-то где-то глючила процессор очень удачный как по мне как по энергосбережению так и по производительности в играх в общем как я и говорил с игрушками никаких проблем в этом смартфоне нет также я тестировал как всегда gps gps тут в принципе нареканий у меня нет gps ловит быстро первый старт у меня был что-то за вот 18 секунд аккумулятор здесь довольно таки емкий и в принципе это как основная составляющая ради чего этот смартфон мы закупали чтобы продавать клиентам он на 3 300 миллиампер часов в принципе должен показывать хороший достойный результат я начал тестировать у меня в принципе два разных устройства было на тесте то есть я с разными аккумуляторами смартфоны проверял сделал я antutu тест показал он у меня 4219 баллов я расстроился думаю блин 3 300 не соответствует тому что есть на самом деле и это на самом деле очень плохо потом начал тестировать его физическими тестами и вот что я понял вот этот тест у меня воспроизведение видео в ю тубе со 100 процентов до 3 заняло это все у меня пять часов 23 минуты это довольно таки неплохой результат это результат который соответствует 3300 миллиампером но как вы можете видеть по диаграмме разряда смартфон довольно таки быстро разряжается со 100 процентов где-то там до 15 до 10 а потом там с 5 там до нуля он разряжается очень долго то есть по факту давайте еще а потом давайте покажу вам а потом сделаю уже вывод что там по факту у нас имеется так и еще я делал тест в режиме epic citadel то есть эта игрушка со 100 процентов до двух процентов у меня весь процесс занял три часа четыре минуты это тоже достойный результат в целом потому что слабенький результат это где-то полтора часа ну а это вот такой результат хороший это выше среднего конечно смартфоны там с четырьмя с пятью тысячами миллиампер они показывают лучшие результаты но в целом по факту результат очень неплохо но посмотрите какая диаграмма практически ну не половина но 40 процентов времени он разряжался у меня буквально с 5 процентов до 0 я не считаю что это хорошо я не знаю с чем это связано возможно с калибровкой батарейки возможно нужен нужна другая прошивка возможно вот как бы в этом смартфоне так устроена я не считаю что это хорошо но в целом свои миллиамперы емкости смартфон и аккумулятор они соответствуют тому что заявил производитель и если вам нужен довольно таки долго играющий смартфон можно смело покупать эту модель но будьте готовы к тому что есть вот такой вот нюанс что смартфон довольно таки быстро разряжается сначала но потом он очень долго висит на минимальных процентах ну вот такой вот нюанс говорю как есть утаивать здесь нет смысла абсолютно поэтому в antutu тестере у меня показал результат слабенький почему потому что тест идет там примерно до 19 до 18 процентов он ниже смартфон не разряжает не загоняет принципе видеозапись меня порадовала там запись идет формате full hd основная камера у нас снимает в 13 мегапикселях кстати удобно реализована фишка что впервые вижу такое обычно без указания размет стандарта изображения 4 к 3 или во весь экран широкоформатный особо по камере ничего не могу сказать фотографии получаются довольно таки средненького уровня принципе наверное один из минусов данного смартфона в принципе все буду заканчивать давайте подводить итоги cubat s200 чтоб хорошего что плохого хорошего цена экран фактическая работоспособность аккумулятора и в принципе как бы модель интересного дизайна есть комплекте бампер что мне не понравилось не понравилось то что довольно таки плохое звучание в наушниках довольно таки средненького качества снимает камера но опять же это такой сомнительный минус потому что цена смартфона очень и очень доступна ну и не понравилось мне что в прошивка аккумулятор вместе с прошивкой вот так вот показывают диаграмму разряда это не совсем удобно и наверное не совсем комфортно то есть да по факту он показывает то время которое он должен работать но вот вот в таком режиме в принципе все cubat s200 есть в наличии можно звонить заказывать высылаем новой почты на этом все подписываемся на канал ставим лайки задаем вопросы подписываемся на нашу группу вконтакте ну и заходим к нам на сайт покупаем телефоны спасибо всего доброго